Привет, друзья! С вами Олеся, на канале Готовим Дома. Чтобы приготовить вкусный торт, не обязательно возиться с тестом и долго стоять у плиты. И сегодня у меня для вас приятный сюрприз. Покажу вам сразу 5 быстрых тортов. Готовятся они, не поверите, всего за 15 минут, а получится у каждого. Это самые любимые торты, которые вы легко сможете приготовить на Новый год, день рождения, любой праздник. Поэтому я и решила собрать их для вас в одном месте. Сохраните рецепт, чтобы не потерять, и поделитесь с мамой, дочкой и подружками в соцсетях. И если вам понравится видео, ставьте пальчики вверх и напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочу торт! И начну с моего самого любимого рецепта. И это медовик, который готовится всего за 12 минут. При этом получается безумно вкусный. В кастрюльку кладу 4 столовых ложки меда. Если будете взвешивать на весах, это 180 грамм. Мед можно брать любой. У меня вообще мед уже даже немного засахарился. Видите, крупинки. Но для медовика и такой мед отлично подойдет. Добавляю 200 грамм сливочного масла. Ставлю на огонь. Огонь делаю небольшой, чтобы мед не горел. И нагреваю на медленном огне, пока мед с маслом не растворятся. Посмотрите, мед с маслом уже растаяли. И в горячую смесь я добавляю обыкновенную пищевую соду. Кладу 2 чайных ложки соды и перемешиваю. Не переживайте, дорогие. Никакого привкуса соды в готовом торте не будет. Мед гасит соду и полностью нейтрализует вкус соды. Посмотрите, как хорошо вспенилась смесь. Отлично! Такая реакция как раз показывает, что мед у нас хороший. Тортик получится вкуснейший. Снимаю кастрюлю с огня. И просеиваю в медовую смесь 300 грамм муки. Муку надо обязательно просеять, чтобы медовый корж получился пышным и воздушным. Перемешиваю. Можно перемешать венчиком или миксером на низкой скорости. Взбивать не нужно, просто чтобы мука разошлась в тесте. Перемешала и пока отставляю в сторону. Беру миску и разбиваю 4 яйца. У меня яйца среднего размера, не очень крупные. Всыпаю 200 грамм сахара. И взбиваю яйца с сахаром буквально 1-2 минутки, для того, чтобы сахар немного растворился. Вот так пышненько взбились яйца с сахаром. И теперь потихоньку, в 2 или 3 приема, вливаю взбитые яйца к нашему медовому тесту. И перемешиваю. Миксер здесь отлично справляется. Включаю его на низкую скорость. И одновременно вливаю яичную смесь. Вот так. Выливаю уже весь остаток яиц. И посмотрите, вот такая консистенция теста получается. Тесто не жидкое и не густое. Вот так оно льется с лопатки и с ложки. Если вдруг у вас другая мука или очень крупные яйца, и тесто получится сильно жидкое, просто подсыпьте немного муки. Беру большой противень. У меня большой стандартный противень для выпечки 30 на 40 сантиметров. Застилаю пергаментом. Выливаю сразу все тесто и разравниваю. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов. У меня нагрев вверх плюс низ. И выпекаю медовик на второй полочке примерно 12 минут. А пока печется медовый корж, я сделаю пропитку для тортика. Я ведь обещала, что рецепт будет очень быстрым. И чтобы тортик пропитался моментально, ему отлично подойдет вот такая пропитка. Смотрите, все очень просто. В кастрюльке соединяю 60 грамм сахара и 80 миллилитров воды. Нагреваю до растворения сахара. Пропитку даже не нужно доводить до кипения. Как только сахар растворился, все готово. Снимаю с огня и добавляю столовую ложку коньяка. Все, пропитка для торта готова. Отставляю в сторону остывать. Медовый корж уже готов. Готовность коржа проверяю деревянной палочкой. Если она выходит из бисквита сухой, без следов теста, он готов. Медовик находился у меня в духовке ровно 12 минут. Корж за это время хорошо зарумянился. Я выключила духовку и оставила корж еще на пару минут в уже выключенной духовке, чтобы он гарантированно полностью дошел до готовности. Посмотрите, какой красавец получился. Корж просто чудесный, пышный, очень мягкий и нежный. А медовый аромат стоит просто на весь дом. Оставляю медовый бисквит, чтобы он полностью остыл. А пока медовик остывает, приготовлю крем. В миску наливаю холодные жирные сливки и взбиваю сливки с сахарной пудрой. На 500 мл сливок я добавляю 180 г сахарной пудры. Крем у меня будет самый вкусный, сметанный. Отправляйте ваших любимых домашних котиков с кухни, чтобы сметаны на крем хватило. Ну а крем у меня с маленьким секретиком. Чтобы не использовать искусственный загуститель для сметаны, я готовлю сметанный крем по моему любимому рецепту. И заменяю часть сметаны сливками. Тогда крем получается просто идеальный, густой, очень вкусный, с маленькой кислинкой за счет сметаны. А главное, полностью натуральный. И теперь в миску кладу 700 г сметаны. У меня сметана 25%. Добавляю к сметане сначала половину сливок и перемешиваю. Крем получается неприторным, как раз в меру сладким. Перемешивать нужно ложкой или силиконовой лопаткой, только не миксером, чтобы крем получился нежным и однородным, без комочков. Соединяю сметану с оставшейся половиной сливок. Перемешиваю. И крем готов. Посмотрите, какой нежный крем у нас получился. Просто обалденный. При этом, как я уже говорила, полностью из натуральных продуктов и без всякого загустителя для сметаны. А медовый корж уже остыл. Я разрезаю бисквит пополам. Посмотрите, медовик такой пористый в разрезе, воздушный и очень мягкий. Обрезаю со всех сторон края у коржа. Сразу обрезки не съедайте, они нам еще пригодятся и чуть позже пойдут на обсыпку готового торта. И теперь я разрезаю каждую половинку бисквитного коржа вдоль пополам. Разрезала один корж. Теперь второй. И у нас получается всего 4 коржа для торта. Чтобы разрезать бисквит ровненько, нужно просто, чтобы ваш нож был острым. И тогда коржи отлично режутся. И теперь пропитываю коржи пропиткой с коньяком. Пропитка уже полностью должна к этому моменту остыть. И благодаря пропитке коржи получатся просто невероятно пушистыми, нежными. И торт очень-очень быстро пропитается. Его можно будет хоть сразу кушать. Все уже практически готово. Осталось только собрать торт. Ну, а это очень быстро. На блюдо для торта я кладу корж, заранее пропитанный. Или можете смочить его пропиткой прямо сейчас. Смазываю его кремом. Крема можно класть побольше. Кремом тортик не испортишь. И разравниваю крем по всей поверхности коржа. Накрываю сверху вторым пропитанным коржом. И снова крем. И таким образом собираю торт. Приготовь, поделись, подпишись! Хорошенько промазываю торт кремом со всех сторон. Мы сейчас будем обсыпать торт медовой крошкой. Поэтому стараюсь все стороны хорошо смазать кремом. Чтобы медовая обсыпка хорошо прилипла. И здесь как раз нам пригодятся обрезки коржа. Надеюсь, вы их еще не успели все съесть в процессе сборки. Измельчаю корж в блендере. Вот такая бисквитная крошка получается. Ароматная! И обсыпаю торт крошками. Вот так. Сначала бока. А затем и верх тортиком. Посмотрите, друзья. Буквально за считанные минуты мы с вами собрали вот такой чудесный медовик. И хотя этот рецепт медовика действительно можно назвать ленивым, так как не нужно раскатывать коржи, выпекать их по отдельности и потом долго ждать, пока торт пропитается. Как в классическом медовике. Мне кажется, что этот торт получается даже лучше и вкуснее обычного медовика. И его можно кушать хоть сразу. Потому что сами коржи очень нежные. А плюс еще и пропитка для торта значительно сокращает время приготовления. И сметанный крем для торта ну просто обалденный. Часто у меня не взбивается обычная магазинная сметана. И либо приходится ее отвешивать в марте, оставлять на ночь. Либо добавлять загуститель для сметаны. А это химия. Вот добавлять химию в домашний торт мне совсем не хочется. Поэтому я нашла для себя этот замечательный сметанный крем без всякого загустителя. И теперь использую только его для всех моих тортиков со сметаной. Как видите, друзья, медовик по этому рецепту готовится очень быстро и просто. И это самый быстрый рецепт медовика безо всякой возни и без раскатки коржей. А главное, что торт получается очень мягкий, нежный, пропитанный. Гости безо всякого сомнения будут в восторге. Это мой самый любимый рецепт медовика. Ведь я так же, как и вы, люблю быстрые и вкусные рецепты, которые помогают мне экономить время. А это Наполеон. Тортик из нашего детства. Моя мама готовила его на каждый Новый год. Правда, для этого ей приходилось провести полдня у плиты. Но сегодня у меня самый быстрый Наполеон, который готовится, пока успеет чайник закипеть. А вкус тот самый, из детства. Слоеное тесто размораживаю. Раскатывать его не нужно. Можно посыпать тесто сахаром, если хотите получить хрустящую золотистую корочку. Нарезаю на полоски шириной примерно полтора сантиметра. Противень застилаю пергаментом и кладу полоски слоеного теста на небольшом расстоянии друг от друга. В общей сложности получится два противня таких слоеных палочек. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов и выпекаю слоеные палочки около 20-25 минут до золотистого цвета. Пока палочки остывают, готовлю крем для торта. Охлажденные жирные сливки взбиваю на средней скорости миксера. Когда сливки загустеют, добавляю ложечку ванильного экстракта для аромата. Постепенно добавляю сгущенное молоко и взбиваю сливки со сгущенкой вот до такой консистенции. Крем получается не очень густой. Такой крем быстрее пропитает тесто и Наполеон получится очень нежным. Прямоугольную форму для выпечки застилаю пищевой пленкой. У меня форма размером 25 на 11 сантиметров. На дно кладу немного крема выкладываю слоеные палочки. Снова слой крема, палочки и таким образом заполняю форму до верха. 4-5 слоеных палочек откладываю для украшения готового торта. Если у вас нет такой формы, друзья, можно таким же образом собрать торт на пищевой пленке или большом пакете. Просто расстелите пакет на столе и выложите, чередуя палочки с кремом, а затем плотно скрутите пакет, придавая торту форму полена. Закрываю торт пищевой пленкой, для того, чтобы Наполеон не впитал в себя посторонние запахи из холодильника. И убираю на несколько часов в холодильник, чтобы торт хорошо пропитался и держал форму. Я люблю мягкие пропитанные торты, поэтому убираю для пропитки на ночь, а вы смотрите по времени, которым располагаете. Готовый торт переворачиваю на блюдо. У меня осталось немного крема, смазываю им торт. Измельчаю отложенные слоеные палочки и украшаю торт слоеной крошкой. Наполеон готов! Подаем к столу и получаем комплименты. И никто из гостей не догадается, что вы провели на кухне не полдня, а всего 30 минут. А для этого торта даже духовка не понадобится, а понадобится всего 3 простых продукта, которые есть на каждой кухне. Сразу предупреждаю, что этот торт без выпечки и без печенья. Гости подумали, что это Наполеон, а это сметанник. Он очень нежный, пропитанный, просто тает во рту. Не верите? Давайте проверим! В миску кладу 200 грамм сметаны. Сметана подойдет любой жирности, у меня 20%. Всыпаю 200 грамм сахара и чайную ложечку ванильного сахара на глазок. Перемешиваю сметану с сахаром 1-2 минутки, чтобы сахар хорошо растворился. В муку добавляю разрыхлитель. У меня здесь 400 грамм муки и пакетик разрыхлителя. Это 10 грамм или 2 чайных ложки. Просеиваю к сметане примерно половину муки. Перекладываю тесто на стол и домешиваю уже на столе. Вот такое тесто у меня получилось. Теперь формирую жгутик или вот такую колбаску и делю ее на 10 частей. Приготовь, поделись, подпишись! Присыпаю стол мукой и раскатываю шарик в тонкий корж. Это тесто на сметане получается просто отличное. Кожи раскатываются очень легко, быстро, практически никаких усилий не нужно прилагать. Одна минута и вот такой тоненький коржик готов. Вырезаю из теста круг по диаметру моей сковороды. Правда, у меня диаметр коржа 18 см. Он даже меньше, чем диаметр моей сковороды. Но главное, чтобы сковорода была больше, чем ваш корж. Посмотрите, какой тоненький получается и легко в руки берется, не рвется совсем. И раскатываю еще один коржик. Обрезки я собираю. Посмотрите, сколько много обрезков получается. Тоже собираю их, делаю жгутик. И раскатываю. Получается отличное безотходное производство. Всего у меня получилось 16 коржей из всей порции теста. И парочку коржей я потом пущу на украшение торта. И теперь все очень просто. Разогреваю сковороду, ничем ее не смазываю. Выкладываю корж и пеку буквально 1-2 минуты с одной стороны. Затем переворачиваю и держу еще примерно минуту с другой стороны. Долго не держите, коржи готовятся очень-очень быстро. Готовятся просто как блинчики. Но по вкусу это совсем не блинчики, а очень-очень вкусные хрустящие коржи для торта. А как они пахнут ванилью, просто бесподобно. Аромат стоит на весь дом. И как видите, здесь даже духовка не нужна. Торт на сковороде готовится еще быстрее, чем в духовке. Сами коржи не сильно сладкие, но сладкий крем их отлично пропитает и добавит как раз столько сладости, сколько нужно. У меня получилось всего 16 коржей из всей порции теста. И парочку коржей я потом пущу на украшение торта. Теперь быстро приготовим крем. Для крема я взяла 600 грамм сметаны. Мне хотелось, чтобы мой крем получился погуще. Я купила в магазине обычную 20% сметану. И на ночь просто выложила ее на марлю. Посмотрите, вот сколько сыворотки стекло со сметаны. И получилась такая густая сметана, как домашняя, деревенская по густоте. Вы только посмотрите! Просто как сыр! Не то что ложка стоит, можно даже руками ее наломать. И так, в миске у меня 600 грамм уже отвешенной сметаны. Добавляю к сметане 200 грамм сахара, сахарной пудры. Немного перемешаю, чтобы сахарная пудра не пылила. И теперь просто взбиваю крем на низкой скорости миксера. Взбиваю до однородности. Кстати, отвешивать сметану совсем не обязательно. Вы можете просто перемешать сметану с сахаром, а лучше с сахарной пудрой. Посмотрите, какой красивый крем у нас получился! Беру блюдо, на котором буду подавать торт, и немного смазываю само блюдо кремом. Это для того, чтобы торт хорошо стоял на блюде и не скользил, пока я буду его собирать. Кладу первый корж и хорошо смазываю сметанным кремом. Есть один маленький секретик, многие хозяйки его знают, но возможно не все, поэтому поделюсь им с вами. Если мне нужно, чтобы торт пропитался очень быстро, я просто сбрызгиваю коржи молоком, а сверху смазываю кремом. Тогда коржи пропитываются просто моментально. И тортик можно есть даже через 30 минут уже после холодильника. Вот такой высокий торт у нас с вами получился. И 1-2 коржа я измельчаю. Можно измельчить их скалкой, а можно в блендере, как вам удобнее. Не у всех есть блендер, поэтому предлагаю вам два варианта. И еще один маленький секретик, чтобы торт получился ровным и не вкусным. Не заваливался на один бок, я кладу на него любой груз, хотя бы обычную разделочную доску. И оставляю минут на 10. Благодаря такому простому способу торт получается ровным и еще лучше и быстрее пропитывается. Сверху обмазываю торт остатками крема. И обсыпаю крошками бока торта. Очень быстро и удобно можно украсить торт, если у вас есть крутящаяся подставочка для торта. Я когда-то купила недорогую такую подставку в ближайшем магазине посуды, до сих пор ее нежно люблю. С ней украшать торт очень быстро, удобно и всегда получается красиво и аккуратно. Теперь обсыпаю верх торта крошками. Я хочу, чтобы серединка торта осталась пустой, поэтому обсыпаю только с боков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в центр я натру шоколадку. Можно натереть на обычной крупной терке. Или очень удобно настрогать шоколад при помощи обычной овощечистки или ножа. Вот такая красивая шоколадная стружка получается. Ой, на кухне бывает и такое. Ничего страшного, сейчас все исправим. Руки теперь, конечно, в шоколаде. Зато тортик получается очень симпатичный. Как вам? Нравится, друзья? Вы можете натереть шоколадку, а можете просто полностью обсыпать торт крошками. Украшение торта – это всегда дело вашего вкуса и фантазии. Убираю торт в холодильник и даю ему настояться. Друзья, это очень удачный, а главное – простой рецепт торта. Вот скоро Новый год. И торт без выпечки может очень вам пригодиться. В духовке вы можете спокойно запекать мясо или рыбу к праздничному столу. А даже если вы решите приготовить торт в самый последний момент, вы можете спокойно это сделать, ведь для этого торта даже духовка вам не понадобится. Кроме того, продукты для торта нужны самые простые. Это сметана, мука и сахар. И эти продукты вы можете без труда купить в любом ближайшем магазине. Даже далеко ходить не придется. Торт отлично пропитался, нежный, сочный, просто тает во рту. Я готовила этот торт для гостей, и они подумали, что это Наполеон. А когда узнали, что это не Наполеон, а сметанник, очень удивились. Но каким же вкусным получился этот торт без выпечки. Вы сами и ваши гости будут в полном восторге, а подруги обязательно попросят рецепт. Ну и какой праздник без шоколадного торта. По этому рецепту торт получается, ну, очень вкусный. И готовится на раз-два. В миску просеиваю 230 грамм муки и 50 грамм какао. Если в какао образовались комочки, можно протереть ложкой. Поэтому, чтобы тесто получилось однородным и без комков, желательно просеивать сухие ингредиенты. Добавляю чайную ложку соды и хорошо перемешиваю. Муку с какао отставляю в сторону, а в другую миску разбиваю 4 яйца. Всыпаю 200 грамм сахара и вливаю 400 грамм кефира. Кефир можно совсем чуть-чуть подогреть до комнатной температуры или просто заранее достаньте его из холодильника. Вливаю 80 грамм растительного масла. Это примерно 8 столовых ложек. И все перемешиваю миксером на невысокой скорости до однородности. Взбивать тесто не нужно. Готово! Теперь просеиваю муку с какао и содой, которую мы с вами заранее подготовили. Все хорошо перемешиваю. Посмотрите, тесто получается однородное, красивого шоколадного цвета и вот такой консистенции. Выливаю тесто на противень, застеленный пергаментом. И распределяю по всему противню. Размер моего противня 39 на 30 сантиметров. Выпекаю корж в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-17 минут. Время выпечки будет зависеть от размера противня и толщины вашего коржа. Корж уже готов. Готовность бисквита проверяю сухой деревянной палочкой или зубочисткой. Она должна выходить из коржа сухой, без следов теста. Аккуратно перекладываю корж с противня на стол, просто перетягиваю вместе с пергаментом. Вот такой красивый шоколадный корж получился. Разрезаю его на 4 равные части. Посмотрите, как выглядит бисквит в разрезе. Видно, что он очень мягкий и пористый. Знаете, а ведь именно поэтому бисквит на кефире один из моих самых любимых видов бисквита для торта. И еще мне очень нравится, что тортик печется сразу одним коржом. Это очень экономит время выпечки. Вот таких 4 коржа у меня получилось. Я слегка подравниваю края, обрезаю излишки бисквита, чтобы торт получился ровный и красивый. А обрезки у меня пойдут на украшение торта. И пока бисквит остывает, быстренько готовлю крем для торта. В миску кладу 200 грамм мягкого сливочного масла. Масло должно хорошо размягчиться до комнатной температуры и стать вот таким мягким и податливым. Взбиваю масло буквально минутку миксером, чтобы оно насытилось воздухом и стало более пышным. И сразу вливаю 300 грамм сгущенного молока. Миксер не выключаю. Одновременно продолжаю взбивать масло со сгущенкой. Добавляю 30 грамм какао. Кстати, можно его просеять. И еще в этот крем так и хочется добавить какой-то аромат. Я добавляю столовую ложку ванильного экстракта. Все хорошо перемешиваю и взбиваю миксером до однородности. Если тортик предназначается только для взрослых, то можно вместо ванильного экстракта добавить пару ложек коньяка, рома или любого ликера или алкоголя, какой вы любите. Смотря какой вкус вы хотите получить. А еще продаются уже готовые сиропы типа Манин. Они вообще бывают разных производителей, разных фирм. Это не реклама. И там просто огромное разнообразие ароматов. Так вот, вместо алкоголя можете добавить одну-две ложки любого такого сиропа. И это, наверное, самый простой и доступный способ ароматизировать любую выпечку. Крем для торта уже готов. Ух, какой он ароматный! Очень приятно пахнет. Осталось только собрать тортик. На блюдо для подачи кладу первый корж и хорошо смазываю его кремом. Можно посыпать любыми орехами, хотя это не обязательно. Сверху кладу второй корж и снова крем. Таким образом, быстро собираю тортик. Приготовь, поделись, подпишись! Обмазываю торт со всех сторон оставшимся кремом. А обрезки от бисквита я уже измельчила. Теперь просто посыпаю бисквитной крошкой бока и верх торта. Осталось немного охладить торт перед подачей, поэтому я буквально на 15 минут убираю его в морозилку. За это время крем схватится и торт сразу можно будет подавать к столу. Прошло 15 минут, торт готов и его можно нарезать. Торт получается высокий, очень нежный и вкусный. С ярким шоколадным вкусом. И, кстати, этот торт вы можете приготовить на любой праздник. А это мой самый любимый торт. С ним меньше всего хлопот, а на вкус просто волшебный. И это тирамису. Ну, очень, очень вкусный торт. Сначала завариваем кофе любым удобным для вас способом. Добавляем сахар по вкусу и даем остыть. Холодный кофе наливаем в миску. Добавляем чайную ложку рома, коньяка или ликера для ароматизации. И сразу подготовили форму, в которой будем собирать тирамису. Также нам понадобится печенье савоярди. Вот так оно выглядит. В тирамису я хочу добавить консервированные персики. Они придают очень приятную текстуру, сочность. Персики обсушиваем на бумажном полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. И нарезаем небольшими кусочками. Теперь мы все подготовили. Нам осталось только взбить сливки. Сливки охлажденные наливаем в подходящую емкость для взбивания и начинаем взбивать на средней скорости миксера. В процессе взбивания добавляем к сливкам чайную ложку ванильного экстракта. И продолжаем взбивать еще несколько минут, пока сливки не начнут густеть и станут по консистенции примерно похожи на такое подтаявшее мороженое. Теперь добавляем потихоньку сахарную пудру в 2-3 приема по своему вкусу. Пробуйте сливки на вкус, когда чувствуете, что сахарной пудры достаточно, то можно остановиться. Взбиваем сливки до тех пор, пока не начнет оставаться четкий рисунок от венчиков миксера. Не переусердствуйте со взбиванием, чтобы не перебить сливки, иначе можно взбить масло. Сливки готовы! Начинаем собирать тирамису. В кофе быстро обмакиваем печенье и выкладываем в форму. Долго не держите печенье в кофе, иначе оно сильно размокнет. Только быстренько обмакнули, как вы видите на видео, и сразу выкладываем. Выложили ряд печенья. И сверху все покрываем взбитыми сливками. Сверху кладем кусочки персиков. И выкладываем следующий ряд печенья. Таким образом чередуем слои, настолько, насколько хватит у вас высоты формы. И сверху покрываем взбитыми сливками. Теперь тирамису желательно дать время для пропитки и охлаждения, поэтому затягиваем форму пищевой пленкой и убираем хотя бы на час в холодильник. Перед подачей к столу снимаем пленку и посыпаем какао-порошком через ситечко. Тирамису готов, и он получается таким вкусным, что гости обязательно попросят рецепт. А готовиться вы и сами видите. Проще простого. Друзья, сегодня мы с вами приготовили 5 тортов. Выбирайте, какой торт вам больше всего пришелся по душе, и готовьте для своих близких и друзей. Вкусных вам праздников и с наступающим Новым Годом! Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы первыми смотреть мои новые вкусные рецепты. С вами была Олеся, на канале Готовим Дома. Желаю вам счастья, здоровья, исполнения всех ваших самых заветных желаний и мечт, как говорится. Пока-пока и скоро увидимся!